Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые обучающиеся. Меня зовут Джунисова Дарья Александровна. Я являюсь ассистентом кафедры клинической онкологии и ядерной медицины имени профессора Мусинова. Сегодня вашему вниманию предоставлю лекцию на очень важную тему рак лёгкого. Сегодня мы рассмотрим определение, факторы риска, классификация, метастазирование, клиническая картина, диагностика, лечение, прогноз и профилактика данного заболевания. Рак лёгких – это злокачественный процесс легочной ткани, возникший из эпителиальных клеток, выстилающих бронхи и лёгкие. Чаще всего болеют мужчины, чем женщины. 7-10 раз чаще болеют мужчины. Следующий слайд – заболеваемость раком лёгкого в Республике Казахстан. В Казахстане, согласно данным Международного агентства по изучению рака, ежегодно в мире регистрируется около 1 миллиона новых случаев с заболеваемостью рака лёгкого. 60% онкологических больных погибает в результате данного заболевания. В Казахстане рак лёгкого занимает второе место по структуре онкологической заболеваемости после рака молочной железы. По смертности рак лёгкого занимает первое место. Самый высокий уровень заболеваемости – это в Восточно-Казахстанской области, Северо-Казахстанской области и Акмолинских областях. В Южно-Казахстанских областях ниже факторы риска – это генетические факторы риска и модифицирующие факторы риска. К генетическим мы относим множественные опухоли, первично множественные опухоли, и если в семье есть три случая рака лёгкого. К модифицирующим факторам риска – это экзогенные и эндогенные. К экзогенам мы относим курение табака, инфекции, профессиональные канцерогены, загрязнённый воздух, низкофизическая активность. К эндогенам мы относим возрастной фактор более 45 лет и хронические легочные заболевания. Классификация. Центральный рак развивается из эпителия главного долевых сегментарных и субментарных бронхов. Периферический рак развивается из альвеолярного эпителия, эпителия мелких бронхов и атипичной формы в зависимости от особенностей метастазирования. На данной картинке расположение раковой опухоли, периферический рак лёгкого и центральный рак лёгкого. Классификация. Центральный рак делится на эндоброхиальный, перебенхиально-узловой и разветвлённый. Эндоброхиальный рак – это рак, растущий в сторону полого органа, очаг находится внутри бронха. При эндофитной форме рост образования направлен в сторону бронхиального просвета, при экзофитной форме направлен наружу. Переброхиально-узловой рак – это эндофитный рак, растущий в сторону легочной ткани, либо в форме узла, либо вдоль анатомически разветвлённых бронхов. Далее, разветвлённый рак отличается расположением вокруг ветвящих бронхов, что вызывает в итоге мутофаброзное сужение просвета. И периферический рак делится на шаровидный рак, рак верхушки лёгкого – это рак панкоста, и пневмоподобный рак. Шаровидный – это опухоль в бронхиолах с постепенным прорастанием в соседние структуры. Пневмоподобный – это аденокарцинома в перенхиме в результате слияния первичных опухолевых очагов или попадания раковых клеток из бронха по течению схожа с хронической пневмонией. И верхушечный рак панкоста локализуется в верхней доле лёгкого. При разрастании затрагивает нервы в области рёбер, позвоночника, плеч и шеи. Далее, следующий слайд – это гистологическая классификация. Плоскоклеточный рак поражает центральные бронхи. Мелкоклеточный рак развивается в центральных бронхах. Аденокарцинома протекает бессимптомно до появления метастазов. И смешанный рак – к ним относятся плоскоклеточные, аденокарцинома, мелкоклеточные. Следующий слайд – это метастазирование, которое происходит лимфогенным путём, гематогенным и имплантационным путём. Метастазирование во вне грудной области, в головной мозг, кости, печень и надпочечники. Местное распространение и регионарное метастазирование. Прорастание средостения, крупные сосуды грудной стенки, перикард. Лимфатические узлы, ворот лёгких, средостения, надключичные и подмышечные лимфатические узлы. Клиническая картина. У пациентов наблюдается субфибрильная температура, кашель, слабость, утомляемость, кровохаркание, боли в грудной клетке, одышка, потеря аппетита, снижение массы тела и поражение шейных лимфатических узлов. Стадия рака лёгкого. Первая стадия – это опухоль от 1 до 3 см. В наибольшем измерении расположена в одном сегменте лёгкого или в пределах сегментарного бронха. Метастазов нет. Вторая стадия – это опухоль до 6 см. В наибольшем измерении расположена в одном сегменте лёгкого или в пределах сегментарного бронха. Наблюдаются единичные метастазы в пульмональных и бронхипульмональных лимфатических узлах. Третья стадия – это опухоль более 6 см с переходом на соседнюю долю лёгкого или распространением соседнего бронха или главного бронха. Метастазы обнаруживаются в бификорционных, трахеобронхиальных, паратринхиальных лимфатических узлах. Четвёртая стадия – это опухоль выходит за пределы лёгкого с распространением на соседние органы и обширными местными и отдалёнными метастазами. Присоединяется плеврит или перикардит. Далее – диагностика. Основным достоверным методом диагностики является компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Также основным анализом, позволяющим подтвердить диагноз опухоли лёгкого, является микроскопическое исследование образца опухоли ткани, полученный при биопсии. Биопсия выполняется при проведении бронхоскопии или при хирургическом удалении лимфатического узла или кусочка ткани поражённого органа. Лечение рака лёгких – это химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство. Химиотерапия – это ведение препаратов, которые уничтожают раковые клетки и замедляют их рост. Лучевая терапия использует рентгологические лучи или другие виды излучения для уничтожения опухоли раковых клеток. И хирургическое вмешательство удаляет опухоль или поражённую часть лёгкого с целью полного излечения. Прогноз у данных пациентов в случае нелеченного рака лёгкого умирает 87% больных в течение двух лет с момента установления диагноза. При использовании хирургического метода можно достичь 30% выживаемости больных в течение пяти лет. Ранее обнаружение опухоли позволяет повысить шансы на излечение. Достигают около 80%. Совместное проведение хирургического, лучевого и медикаментозного лечения позволяет поднять пятилетнюю выживаемость ещё на 40%. Наличие метастазов значительно ухудшает прогноз заболевания. Рак лёгкого, стоп-рак. Если вы заметили из ниже перечисленных признаков какие-либо симптомы, то обратитесь в поликлинику по месту жительства и обязательно проходите обследование. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин